Слово предоставляется модератору пленарного заседания Григорию Ревзину. Начинаем последнее наше пленарное заседание. К нам присоединился Николай Иванович Меркошкин, губернатор области. Мы ждали с утра вас, но я знаю, вы были заняты. И, в принципе, обычно как-то приветствие мы ждали его. Но, может быть, вы теперь как-то поприветствуйте форум. У нас произошло довольно активное обсуждение самых разных вопросов. Вообще довольно горячий форум. Я участвовал в массе таких, но как-то здесь такое очень сильное местное архитектурное сообщество и жители. В общем, такое идет активное обсуждение исторического центра, ну и путей развития и центра, и окраин. Вот наше последнее заседание как раз это город и пригород, сбалансированное развитие. Николай Иванович, пожалуйста. Поблежно, если ничего. Не мешает никому. Ну, я уже получил первую информацию по первой части работы. Люди довольны содержанием разговора. Говорил я с главой администрации города. Он поучаствовал тоже. Он очень доволен тем разговором, который состоялся в первой части. И когда мы договаривались о проведении форума, Шаронов мне звонил где-то месяца два назад. И мы договорились, что давайте обязательно проведем. Почему? Потому что на самом деле для Самары тема урбанистики очень важна. Тема, скажем, развития глобераций Самарско-Тольятинской. Ну и в принципе у нас и Самара крупный город, Тольятти самый крупный, не столичный город России. Расстояние между ними, в общем, очень близкое. И в этом смысле мы имеем свои особенности, которые должны учитывать и, может быть, более тонко прорабатывать. В общем, я хотел поблагодарить и наших гостей, которые приехали сюда для того, чтобы принять участие в разговоре специалистов московских, питерских, которые здесь. Это тоже очень важно, потому что есть опыт в Москве, есть опыт и в Питере, с других городов, особенно с рубежной нашей товарищей. Участники конференции. Мы в последние годы достаточно активно начали строить. Строим мы сейчас почти в два раза больше, чем, условно, пять лет назад. Жилья строим намного больше. За последние три года в полтора раза увеличилось строительство жилья. Если брать последние пять лет, то почти в два раза увеличено строительство жилья. Так складывалось, были годы, сама расстроила мало, даже очень мало. Я так отслеживал статистику по ПФО, не только по ПФО, а по стране. Мы строили в Приморожском округе, мы долго очень были на последнем месте по квадратным метрам на одного человека. Нового вводимого жилья – это 90-е годы, вторая половина 90-х годов и 2000-е годы, примерно 12-14 лет. Сейчас мы вышли на третье место по ПФО, по введенным квадратным метрам на душу населения. И нам надо этот тренд сохранить или, по крайней мере, сделать так, чтобы не опускаться, а так, может быть, не теми темпами двигаться вперед, как двигались, но все равно каждый год прирастать и выйти. Задача стоит выйти на 2,5, может быть, и 2,8 миллиона квадратных метров жилья. И здесь, понятно, встает вопрос, где строить, как строить, как сохранить те, может быть, очень важные и ценные вещи для горожан, особенно в исторической части города, с точной застройкой есть проблемы до сих пор еще. Но у нас пошли, на мой взгляд, сейчас очень хорошие проекты. Это и Кошелев проект, это вот Южный город, и Болгарь, да, Амонт строит. Мы недавно совсем, ну, я был на Кошелев проекте совсем недавно, мы там школу закладывали, новые планы на будущее. Вот неделю буквально назад мы были в Южном городе, и хочу сказать, люди, которые сейчас там живут, которые заселились, меня это очень приятно удивило, и, пожалуй, может быть, за годы работы, это один из самых там приятных впечатлений, которые я ощущал, посещая Южный город, когда абсолютно большинство людей говорили, что живут они как на курорте, как приехали на курорт, что они у них маленькая Швейцария, другие говорят, мы вот как в Европе, и так далее. Вот, и когда там столько спортивных площадок, площадок и на всех площадках в это время занимались спортом, а на детских площадках были матери с детьми, а в зонах отдыха там, когда мы уже уезжали, сидели люди реально, значит, семьями отдыхали, отдыхали. На самом деле такое сложилось впечатление, что создается другая атмосфера. И все, с кем мне пришлось там, нам пришлось беседовать, что, может быть, очень важно, люди говорили, что здесь живут другие люди, люди хорошие. Вдруг откуда не появились эти хорошие люди, вот они переехали, купили жилье условно, заселились, и все как один говорят там в одном месте, в другом, в третьем, что здесь живут совсем другие люди. И, конечно, почему они это говорят, не от того, что там приехали вот туда выборочно хорошие люди, и вот они так себя называют, они приехали и оказались в другой среде. И эта среда их очень быстро начинает менять. И он себя ведет уже по-другому, себя ведет по-другому и говорит о том, что он сам говорит о других, и точно так же о нем говорят, что вот здесь живут совсем другие люди. И я еще раз этим самым, может быть, для себя получил ответ, или тоже получил ответ, я много раз говорил здесь в Самаре, что мы можем быть благоустроенными в благоустроенном городе, и это можно сделать достаточно быстро, а не то, что вот надо там, что вырасти новые поколения, и новые поколения, которые уже по-новому будут смотреть на жизнь, и они только потом создадут эти условия. Есть и такая точка зрения, потому что вот самарцы привыкли, что всегда было грязно, всегда было неопрятно, всегда было неблагоустроено. Я приводил в пример противовес, что Саранск был грязнее намного. На моей памяти половина города была в деревянных тротуарах, и еще вот тот университет, который там сейчас министр российский постоянно показывает, там и на Западе, для того, чтобы добраться, надо было одевать там сапоги. Вот, это было, ну, буквально, может быть, 40 лет назад. Это еще 15 лет назад 142 улицы, 142 улицы вообще не имели никакого асфальта, вообще никакого дорог с твердым покрытием, правда, сейчас все сделано. И было, скажем, абсолютно, может быть, уклад такой, что вот Саранск – это то ли город, то ли деревня, там 30-40 лет назад, а вдруг в течение там 10-12-15 лет он благоустроен, люди там сами подбирают окурки с пола, если упал окурок, или даже чужой окурок может поднять и перенести, там, кинуть ворну. Почему это произошло? Потому что было много сделано для того, чтобы было все благоустроено, чисто, и люди стали по-другому к этому относиться. Вот Южный город – это, например, тот же пример. Говорят, что здесь совсем другие люди, совсем другие люди. Откуда они взялись? Они те же самарские, часть из них талятинские. И вдруг они стали там за год или за полгода совсем другими людьми. Поэтому мы эти направления, конечно, будем дальше активно развивать. Современные новые застройки. Понятно, что это стоит больших средств. Мы им помогаем и параллельно пытаемся, чтобы не отставать в коммуникациях, особенно в социальную сферу подтягивать. Мы заложили не только в этом, не только в Кошелеве, в том числе заложили школу, сейчас в Кошелеве в проекте, это самые крупные школы будут. И там, и тут в городе очень хорошие проекты. Причем уже рассматриваем, что через, наверное, 2-3 года придется еще по одной школе закладывать. Уже в Крутых Ключах уже 3 детских садика построено за 3 года. 3 детских садика. Сейчас закладывается еще один садик. То же самое. Сейчас закладывается уже второй садик в Южном городе. Школы, спортивные сооружения. Ну и так далее, и так далее. Чтобы сразу среда была такова, которая бы позволяла людям, на самом деле, достойно, по крайней мере, или так, как должно быть, или в первом приближении пусть даже жить. Но это требует больших вложений. В том числе, например, по Южному городу нам надо очень много сделать для того, чтобы транспортные вопросы решить. И мы начинаем сейчас в этом году Трунзенский мост строить. И плюс нам обещали сами строители, что нам скоро выдадут проект на канатную дорогу. Мы рассмотрим, видимо, к концу года этот проект. И на будущий год не исключается, если все будет нормально, не будет форс-мажора, когда начнется строительство канатной дороги. Это будет как бы первый шаг для того, чтобы разгрузить в некой мере и дать возможность людям добираться до центра города, ну, скажем, в течение где-то примерно 20, максимум 25 минут. Проблема у нас большая с исторической части города. Здесь тоже разные точки зрения. Мы сейчас шаг за шагом пытаемся, скажем, эту тему решать, или, по крайней мере, подходим, может, к пониманию того, как это делать, что делать и в какой последовательности делать. Общая позиция такая, что все, что представляет ценность, историческую ценность, культурное наследие, максимально сохранить, но и в то же время находить в вопросах там, где, может быть, не столь велика, условно, значимость того или иного объекта, или, может быть, таких там подобных объектов там сотни в исторической части города, и попытаться все абсолютно, абсолютно все сохранить, мы можем так эту тему, то есть эту проблему практически никогда не решить. Потому что так по разным подсчетам, если все пойти по пути реконструкции, всего и все, абсолютно только реконструировать и восстанавливать все здания, все сооружения такими, какими они были, это цена вопроса примерно под 200 миллиардов рублей. 200 миллиардов рублей по бюджету Самарской области, это на 50 лет решение этой задачи. Вот те деньги, которые, даже не то, что, которые можно было по максимуму выделить, по максимуму. Мы сейчас даже в рамках подготовки чемпионата мира в таких объемах на год выделить такие деньги не можем. Те, которые бы за 200 лет, не за 200 лет, а за 50 лет, 200 миллиардов рублей, это примерно по 4 миллиарда рублей, мы выделяем сейчас, первый раз мы выделили 2 миллиарда рублей на это, и сейчас решается вопрос выделить еще один миллиард рублей для того, чтобы челночно пошла эта работа. Здесь приходится, понятно, искать компромиссные варианты, и мы бы хотели в том числе, чтобы наша общественность, те, которые, в общем, стоят за то, чтобы мы, условно, старую часть практически не трогали, или шли только по пути реставрации, находили мы взаимопонимание. Потому что мы можем остаться там в бесконечных, скажем, дискуссиях, и не решить, ну, не создать нормальную среду для того, чтобы в том числе в центре города можно было и гулять, и жить, и любоваться, в общем, и гордиться тем, что ты живешь в исторической части города. Что касается дорог, тротуаров, наверное, шаг за шагом это будем делать, а вот что касается застроек, тут еще есть проблемы, и нам придется, наверное, еще не раз, в том числе с общественностью, обсуждать вот поквартально, как мы будем двигаться дальше. У нас есть проблемы в Самаре. Самара так развивался, он 19-й год, 19-й век, условно, купеческая Самара. Потом во время войны очень много было здесь созданного. И понятно, что застройки военного периода, сразу после военного периода, или бараки, или там двухэтажные, самые простые двухэтажки, и у нас есть огромные микрорайоны, это, например, Общениновка та же вся, та часть, это построено домами двухэтажками, где нет ни перекрытий железобетонных, а все в таком ветком достаточно состоянии. И там приходится теперь думать, как обустраивать, что делать с этими районами. Ну и, скажем, годы развития, хрущевский период, тоже был свой стиль, свой подход во многом. И здесь тоже нам предстоит, где-то ближайшему городу предстоит ближайшие 5-10 лет, и этой частью города позаниматься. Хоть, на мой взгляд, хорошо, что в Самаре оставлены, есть еще коридоры, в том числе транспортные коридоры, и, скажем, наши предшественники это достаточно хорошо предвидели, в том числе магистраль центрально оставленная, где 120 метров ширина пронизывает всю самарскую, город Самару. И еще где-то лет 50 назад планировалось начать застройку. Мы, наверное, на будущий год начнем там работы. Будем продвигаться дальше в город, и, может, чемпионату мира все, наверное, не решится, но частично, наполовину, наверное, эту трассу сделаем. А дальше будем двигаться к центру города для того, чтобы дать возможность людям быстрее передвигаться и, в том числе, выходы из городской черты. Перед нами стоит задача, как столятия, интегрироваться, скажем, поинтенсивнее. И здесь, прежде всего, скоростное движение мы должны организовать. И к чемпионату мира уже первые, скажем, шаги будут на счет сделаны. Пока не будет там предельной скорости, но скорость будет повышена, и движение будет налажено в чемпионату мира. Ну, налажено, я имею в виду, которым уже можно будет пользоваться. И дальше, шаг за шагом, будет увеличиваться скорость. Там кусками будет реконструкция дороги. Я думаю, в итоге где-то мы доведем Самару-Тольятти, может, до 40-45 минут. Можно будет добраться, скажем, от города до города. И это позволит и аэропорт использовать, и, в общем, достаточно будет повышена мобильность трудовых ресурсов. Вот экономика сегодня развивается по-разному, разные ситуации бывают, когда вот эти вещи будут крайне необходимы. Здесь нас поддерживает и правительство Российской Федерации, есть поручение президента страны Владимира Владимировича Путина на этот счет. Но пока, правда, все источники до конца на этот проект еще не определены. Но в том числе в этом году будет прорабатываться этот проект и определяться объем работ на будущий год. Ну, в целом, если говорить, что вот общая проблема правильного развития города, как сделать так, чтобы мы были привлекательны, мы в этом плане, понятно, обеспокоены этим, потому что некая хаотичность, которая была, там те же заводы, которые были в центре города. Сейчас мы делаем, если брать Тольятти, там особая экономическая зона выделяется, где основная зона производственная будет в особой экономической зоне. Мы, в первую очередь, реализовали, сейчас приступили к реализации второй очереди особой экономической зоны. Делаем несколько индустриальных парков. Индустриальные парки уже будут привязаны вот к тем, вновь строящимся микрорайонам, не в самих, но ближе к микрорайонам, для того, чтобы меньше перемещалось людей и меньше было затрат транспортных. В том числе, индустриальный парк Превраженко, там уже есть инвесторы, есть резиденты, и буквально через месяц мы будем открывать завод первый, крупный, бошевский, и дальше эта работа там будет продолжаться. Индустриальный парк планируется, даже два парка Кошелев проект, то есть промышленные зоны продвигаем, скажем, от города в разные точки с тем, чтобы они меньше были связаны между собой. Плюс делаем спортивно, инновационно-спортивную зону. Он в каком-то роде будет уникальным, и здесь мы бы хотели, в общем, если эта тема будет и дальше обсуждаться, не сегодня, в принципе. Как ее сделать, мы вот недавно совсем, скажем, в первом приближении рассмотрели. Это зона, где будет проходить чемпионат мира, где будет стадион. Там есть земля, которую мы используем под развитием, ну, скажем, нового студенческого кампуса. Но не чисто студенческий кампус, а как инногород, то есть городок, где будут вузовские наши магистратура и аспирантура, и вся исследовательская деятельность вузов будет располагаться там. Учиться будут, бакалавры будут, бакалавриат будет здесь, на старой базе, а на новой базе будет создана, вот, скажем, соответствующая среда для того, чтобы можно было активно заниматься научно-исследовательской деятельностью. И там тоже перед нами сейчас стоит задача. Мы изучаем мировую практику, опыт технополисов, технопарков, студенческих кампусов. Это не только студенческие кампусы, то есть это и студенческий кампус, это и технополис, это и среда обитания, то есть там будут и жить люди, значит, ну и так далее, и так далее. И там же увязываться должно, тесно увязано со спортивной частью этого расстояния, между ними будет примерно 300-500 метров. Спортивная зона, стадион, другие спортивные, скажем, объекты. И вот Инна-город этот, или Инна, может быть, там микрорайон, так назовем. Но мы считаем, что может хорошо получиться, потому что одно другое будет дополнять, даст мощную синергию, будет очень привлекательным и для иностранных студентов, и для иностранных специалистов, и не только, может, для иностранных, но в том числе для собственных, я имею в виду российских. И будем активно развивать тематику, прежде всего, развития космоса, то есть космическую тематику. Готовиться будем к 50-летию автозавода или Тольятти города. Ну, сам город имеет историю более эту, но заводу будет 50 лет. Мы на два этапа разделили поставление правительственное, это 16-й год, и выпуск первого автомобиля 2000-й год. Заключительный этап праздновали будет в 2000-м году, и мы сейчас по Тольятти, вот завтра будет там мероприятие в том, что оргкомитет, первая рабочая группа, где будем рассматривать, что мы будем делать вот в эти пять лет в Тольятти, для того, чтобы ряд вещей реанимировать, что-то отремонтировать, что-то построить, чтобы вдохнуть как бы вторую жизнь городу. Потому что там очень многие объекты в свое время были самые современные, 40 лет назад, 45 лет назад построенные, которых в Советском Союзе не было. А сейчас, сегодня уже, естественно, это уже не совсем то, что может быть нужно людям, и мы попытаемся тоже вот в течение, в том числе подготовки к 50-летию, многие вещи там, скажем, сделать так, которые бы сегодня удовлетворяли людей. Вот, может быть, что я хотел сказать. Спасибо большое. Очень обстоятельный доклад, и как-то, вы так сказать, что доклада нет, на самом деле просто все области вы рассмотрели, особые экономические зоны, агломерации, строительство, жилое. Ну, не могу не задать вам один вопрос, поскольку вы его ответили, это было мое личное предложение, но судя по тому, как зал реагировал, мне кажется, он меня поддержал, по крайней мере, потому что ему это было интересно. Понимаете, вот вы сказали о строительстве кампуса рядом с стадионом, вот связанным с чемпионатом мира. Вот, в принципе, кампусное строительство, кампусное развитие науки, оно, ну, это такой американский путь, который мы хорошо знаем. В Америке все университеты делаются отдельно, как кампусы и так далее. В Европе так не делается. В Европе путь несколько иной. Ну и, в общем, университеты, начиная с 60-х годов, начали использоваться для как раз реанимации исторических центров. Так делалось в Равене, в Урбино, во Флоренции, в Венеции очень сильно развивался университет, именно для того, чтобы оживить историческую среду. То же самое было в Лозане. То есть это вообще была такая программа. Вот как бы старые города, что мы там делаем, мы туда делаем университеты. Ну и у вас вообще-то, у вас страшно образованный город, масса учебных заведений. Они исторически-то и так и расположены ближе к историческому центру. Ну а поскольку у них не очень хорошо с финансированием, ну и, в общем, они как-то так живут. В общем, такую штуку, когда трогаешь, она очень нервно на это реагирует. Ну, прям, ну там, понятно, преподаватели трудно реагируют. Да, да. Может быть, все-таки вот подумать о том, чтобы, понимаете, вот не развивать кампус. Потому что вот Владивосток, у него были поразительные деньги на форум АТЭС, да, они там сделали университет. Вот мы проводили форумы в Владивостоке, ездили туда. Вы знаете, этот университет производит вообще-то тяжелые впечатления, потому что это на острове совершенно пустые 27 зданий, очень большие. И понятно, что для того, чтобы освоить это, ну, преподавателям заплатить, оборудование завести, сделать транспорт и так далее, нужно еще столько же денег, сколько туда уже вложили. А больше их, конечно, никто не даст. Ну, понятно, это федеральная программа. Может быть, имеет смысл все-таки подумать о том, чтобы исторический центр, который у вас все-таки проблемный, вы извините, но как бы в состоянии замечательных памятников архитектуры, особняков модерна, ну, оставляет желать лучшего. Тут есть чем заниматься, да. Вот. Может, это использовать для того, чтобы как-то, ну, и чемпионат мира, чтобы поднять исторический центр. В конце концов, это поразительная и туристическая привлекательность. Ну, и вот студенты с туристами очень хорошо соединяются. Спасибо. Ну, что касается исторической части, вот проблема, мы понимаем, она есть, и над нею надо работать. Я уже сказал, примерно сколько это стоит. Да, примерно 200 миллиардов рублей. К сожалению, мы знаем сегодня, что даже бюджет складывается так, и в стране, такая цена на нефть пока, да. Хорошо, пусть даже такая будет, более-менее, может быть, мы, значит, сможем раскочегариться в других областях, не только в области нефти, там, добычи, заниматься добычей газа. А что касается студенческого кампуса, понимаете, когда мы говорим о наследии чемпионата мира, да, это вопрос вопросов. Ну, как и в Сочи. Да, вопрос-вопрос, так же, как и ОТЭС, проводимые. То есть вы немножко, может, противоречили себе. Построили ОТЭС, то есть под ОТЭС построили огромные сооружения. Как это теперь сделать так, чтобы эти сооружения работали? Определили, что это будет университет. Пошли по примеру Казани. Казань построил стадион, построил к универсиаде общежитие, там, городок, да, и все передали университету. Университет считается, что это один из наиболее, скажем, эффективных наследий таких крупных мероприятий. В том числе, под чемпионат мира, один стадион только там, порядка там, 16-17 миллиардов рублей будет вложено в стадион. В коммуникации будет вложено порядка 6 миллиардов рублей в коммуникации туда. И оставить там только одно, не использовать эти возможности под другие вещи, которые, скажем, будут давать, должны, обязаны давать эффект соответствующий, это было бы тоже неправильно. Поэтому это город, это недалеко, это в 10-15 минутах будут езды от университета, в 10-15 минутах. Базы университетские, которые есть сегодняшние, они все сохраняются, то есть там, где они располагаются. А если мы говорим о технополисе, ведь что такое технополис? В том числе, скажем, корпуса, где могут быть, изготавливаться опытные образцы. То есть наука не просто там для того, чтобы на полку диссертацию положить, да, а выдать продукт, который мог бы потом дальше пойти в производство и конкурировать с западным продуктом. И чтобы ученый и студент был нацелен на это, для этого нужна соответствующая база. Этой базы в сегодняшних вузах наших нет, потому что они были изначально ориентированы не на, скажем, прагматичную или на, скажем, прикладную науку, а больше занимались там теорией и сколько диссертаций, условно, защищено кандидатских, сколько докторских и так далее, и так далее. Задача стоит, что при вузах должна появиться настоящая наука, и фундаментальная, и прикладная, для того, чтобы на самом высоком уровне этим заниматься, а с Амарской области другого выхода нет. Почему? Потому что мы один из космических центров, нам надо конкурировать и с НАСА, и, условно, с китайцами, и с индийцами в этой области, и нам надо сделать вещи в итоге, вещи такие, которые бы абсолютно отвечали самым современным требованиям. И когда-то уже вот эти центры, они были обособлены. Например, тот же УАО Кузнецова в Прибрежном, то есть весь городок, который занимался наукой, разработками Николая Ильича Кузнецова, бюро, оно тоже почти там же, даже дальше, дальше, чем вот этот кампус, о котором мы говорим. И условия сегодня, которые вот в тех корпусах, которые когда-то выдавали результат лучший в мире, сегодня молодой человек, директор говорит, вот молодой приходит студент на четвертом, пятом курсе показывать, и он говорит, разводит руками. Нужны другие условия, нужна другая аура, нужна другая притягательная среда. Там где? И бассейны. И будут, мы планируем, что там будет движение только на электромобилях в этой зоне. Велосипед, электромобиль, то есть от примерно 800-900 гектаров, это совсем планируется другая среда. Совсем другая среда. Что касается исторической части, здесь своя проблема, тоже надо решать. Что касается продвижения большой науки и конкурентоспособности на мировом уровне в космической области, в области космонавтики, нам на самом деле нужны прорывные вещи. Прорывные вещи. В Томсе будет строиться Центр одаренных детей, с пятого класса одаренные дети будут отбираться, и с восьмого класса будут учиться в определенных местах, ну, что если в Центре, значит, тоже. И я думаю, что это не просто вот взяли студенческий кампус, я уже сказал, что это больше не студенческий кампус, студенты будут учиться, это как раз студенты, дочь, баклаврят будут завершать вот в Айрокосе, там же на этой же базе. Там же будут строиться общежития новые, на старой базе. А вот магистратура, аспирантура, исследовательская работа, академические институты, это все там, на этой площадке. Ну что ж, даст Бог, как-то это у вас реализуется. Это не везде получается, в Казани получается, в Дубне не получается, в Новосибирске не получается. Сложные довольно, сложные проекты. В Казани получается? В Казани получается, я просто изучал проблему, видел в Казани, как это работает, ну, так, по крайней мере, они ближе все. В Самаре все годы, все 70 лет получалось лучше. Чем в Казани? Чем в Казани. Когда я приехал сюда, мне позвонил на второй день Шемеев и сказал, Николай Иванович, Самарская область, такая область. Мы 25 лет в советское время, пока, говорит, я помню, работал еще заместителем министра, мне было 29 лет, он говорит. Мы соревновались с Самарской областью и ни разу красное знамя ЦК КПСС не завоевали. Всегда Самара. Всегда Самара. То есть у Самары всегда получалось лучше. И то, что по большому счету сделано в Татарстане, это просто они вовремя начали делать. Да. Вовремя начали делать. А мы до сих пор иногда аплодируем не тому. Мы же не поняли, о чем речь идет. Аплодируем. Или обсуждаем стенку какую-то, да? А это не стенка. Это совсем другое. Да. Это совсем другое. Поэтому очень важно, очень важно бы поглубже, может быть, сначала осмыслить. Я вижу тоже так аудиторию, я понимаю, я вижу реакцию, вижу реакцию, вижу некоторые реплики, слышу точнее и вижу выражение лиц. Я очень бы хотелось, чтобы это получилось, потому что у нас есть традиции науки, ну, советские традиции, но было бы очень важно, чтобы они здесь подавно лежали. Ну да, у нас так же важно, как и исторический центр. Хотя, ну, это и то и другое национальное достоинство. Увязать в чистом виде университеты, все равно расположены не в самом историческом центре, они расположены уже туда, на краю исторического центра. Вот. И еще раз хочу сказать, они остаются, и более того, они будут, и эти площадки будут развиваться. Ну, главная у нас теперь проблема – деньги. Нам вот на предыдущей сессии сказали, что, соответственно, вообще-то в следующие пять лет ничего хорошего у нас не ждет, в смысле денег, и как-то будет все плохо. Михаил Валерьевич Позовлев, президент Банка Москвы, наш постоянный спутник и, собственно, организатор отчасти этих московских урбанистических форумов во всех городах. Ну, только, вы, кажется, Хабаровск нас пропустили, да? Пропустил, грешил. Было жалко. Но зато очень приятно видеть вас здесь. Зато Андрей Владимирович заменил во время. Да, вот, пожалуйста. Ну, знаете, когда Николай Иванович магически произвел в два раза 200 миллиардов, я понял, что приехал я не зря. И могу сказать, почему. Вот группа ВТБ, куда входит Банк Москвы, мы действительно поддерживаем с самого начала Урбанфорум, потому что, собственно говоря, и банк покупался группой, как банк муниципальный. И урбанистика – это то, что изучает проблемы, как развиваются современные города, а хотим мы или не хотим, но сегодня больше половины населения Земли живут в городах-миллионниках, у них есть свои законы развития. На самом деле Николай Иванович в своем коротком докладе практически раскрыл все те секреты, которые хотел бы знать любой финансист, приезжающий в регион, чтобы понять, как, в принципе, будет развиваться данный конкретный город. И, собственно говоря, мы чем благодарны команде Урбанфорума, то, что вы очень тщательно выбираете те места, где проходят наши встречи. Ведь же выбор Самары, с моей точки зрения, он явно не случайен. И Николай Иванович тоже сказал о возможности самоско-триятельской агломерации полицентрической, которая, собственно говоря, естественно, находясь по реке на расстоянии чуть меньше 100 километров, представляет из себя два индустриальных города, крупнейших города, с высокой радостной промышленностью, которые, безусловно, имеют много того, что их соединяет или может соединить, вот то, что мы называем этим модным словом агломерация. Здесь и единый транспортный узел, и единая энергетическая система, и вот даже рекреационная зона между этими двумя городами. Но самое главное, что они разные. А когда мы имеем дело с разными городами, поэтому эта агломерация называется полицентрической, то есть возможность использовать эти различия в качестве сильных сторон. Мы понимаем, что Самара – это, безусловно, столица российского Поволжья, это исторический город с богатой культурой, с развитой промышленностью, принципиально более диверсифицированный, чем Тольятти. Хотя тоже Космос – это, наверное, марка Самары, как и автомобилестроение Тольятти. Но вместе эти два города, они, безусловно, могут компенсировать в рамках экономических циклов проблемы этих двух отраслей. Более того, Самара как город с большей историей, развитие в нем малого и среднего бизнеса имеет определенные большие корни и саму историю, что, собственно говоря, закладывает основу для того, чтобы повышать качество жизни в этом городе. Поэтому я на самом деле, когда смотрел, ну все-таки больше занимаемся финансовыми вопросами, но готовясь к сегодняшней дискуссии, смотрел материалы и, в принципе, на самом деле с удовольствием отметил, что и в планах по развитию Самарской области до 2020 года, в других документах всегда отмечается возможность развития этих двух городов именно в формате полицентрической агломерации. Это не просто какое-то объединение, у нас обычно все говорят, вот сейчас будет Москва объединяться с Московской областью. Кто главный? Или Черябинск будет с Екатеринбургом. На самом деле весь опыт развития агломерации, где, допустим, несколько городских центров, он говорит о том, что каждый муниципалитет должен быть в этой истории отдельным игроком, потому что он является таким самобытным местом, который именно обеспечивает то, что вместе эти разные города, они намного сильнее. Если можно, другой слайд. И мне кажется, что если здесь ставить цель, то, безусловно, можно говорить о создании такого глобального инновационно-промышленного центра. И вот то, что вы говорили в отношении, и вот была дискуссия, как правильно развивать университет, и то, что, собственно говоря, и в Тольятти, и в Самаре есть совершенно разные учебные, высшеучебные заведения, это все, наоборот, дает дополнительные основания к тому, что это, безусловно, совершенно возможная задача. И чтобы данной цели достичь, необходимо решить ряд вроде бы простых, как они тут указаны на слайде, но, тем не менее, достаточно таких долгосрочных задач. Это формирование общего рынка труда. И тут, безусловно, без вот этой магистрали между Самарой и Тольятти никак не обойтись, потому что люди должны добираться от одного города до другого в некоторое обозримое комфортное время. И, безусловно, очень важно использовать историю развития малого-среднего бизнеса в Самаре для того, чтобы и на базе сегодняшних технопарков и свободноэкономической зоны культивировать этот бизнес, в том числе и в Тольятти, тогда там качество жизни будет принципиально иное. Ну, собственно говоря, если уйти от таких умных рассуждений, а как бы это могло быть и к тому, что мы можем сделать, и не говорить о 200 миллиардах или других суммах, потому что это вопросы чисто экономические, то мы, как Банк Москвы, в этой истории, связанной с урбанистикой, всегда искали себе место в качестве, что мы можем сделать хорошего для того, чтобы в наших городах было жить комфортнее, веселее и интереснее. И вот я хотел бы напомнить наш проект «Велобайк», который мы сделали сначала в Москве, теперь он существует в Москве и в Санкт-Петербурге. На наш взгляд, все наши крупные города, так или иначе, они обречены, как и другие мегаполисы мировые, использовать велосипедный транспорт не как развлечение, а вот именно как настоящее средство передвижения. И вот хочу просто привести некоторые данные. Вот в Москве все начиналось с 500, по-моему, велосипедов и 80 стоянок. И за сезон, это с мая по ноябрь, в первый год было всего 60 тысяч прокатов. На следующий год увеличилось количество стоянок до 150, велосипедов стало, по-моему, полторы тысячи, и 100 тысяч было прокатов. Третий год развития проекта доказал, что это, безусловно, вид транспорта, который должен постепенно входить в наш обиход. За первый месяц этого сезона 100 тысяч прокатов. И что самое интересное, не только средства транспорта, но и в том числе средства общения между людьми, потому что, когда проект начинается, возникают проблемы. Кража, вандализм, как проехать. И все это постоянно обсуждается в социальных сетях. И, безусловно, возникают целые сообщества людей, которые уже этим живут. А если к этому, это уже про банки, добавляется терминал, на котором происходит оплата за велосипед, то автоматически горожане получают хорошее технологическое решение, где они могут и карточку свою кредитную пополнить, и заплатить за прокат. А внешне выглядит все достаточно интересно. Вот ты едешь по Москве, идет человек в костюме, достает мобильный телефон, подходит к стоянке, читает правила, что-то в мобильном телефоне покликал, взял на свет и поехал. И вот мне кажется, что для Самары и Тольятти тоже вполне мог бы быть хорошим проектом использования велосипеда для такого передвижения, потому что все-таки пробки все равно есть. В Тольятти тоже город достаточно большой, там можно и на заводе покататься. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Может быть, последнее выглядит больше как бытовая шутка, но это вот действительно то, что делает наша жизнь веселее. Мне кажется, да, но особенно вот в масштабе агломерации на велосипеде можно было бы… А вы знаете, а к этому надо относиться в том числе как к возможности получить некоторую физическую нагрузку. Да. Мы на самом деле хотим после нашей сессии провести такие дружеские покатушки на велосипедах, и мы действительно смотрели рельеф. Действительно, есть некоторые места, где будет тяжело подниматься, но это же… Зачем же вы такие выборы? Я хотел бы к вам присоединиться. А мы все ждем. Но, хорошо, я так и все-таки ожидал от этого несколько более жесткого, так сказать, экономического анализа, но с другой стороны, да, это очень приятно. Может быть, вот, по крайней мере, по опыту Хабаровска, Елена Викторовна Короткова у нас сейчас как-то более так экономически жестко расскажет, как же устроена ситуация в Самаре. По крайней мере, по Хабаровску это была очень впечатляющая картина. Я попробую. Да, пожалуйста. Можно накликать? Я попробую изложить коротко результаты нашего исследования, которое проводит бизнес-школа Сколково, наш центр городских исследований. Исследование мы назвали «Пространственно-экономические ландшафты. Скрытые ресурсы развития города». И я, наверное, начну вот с этой озвученной цифры, 200 миллиардов, которые необходимы на реконструкцию центральной части города. И это такая традиционная история, когда город говорит, что, ну, товарищи, у нас как бы нет денег, а девелоперы говорят, что мы не можем за такие суммы и с такими затратами реализовывать какие-то проекты, еще и сохраняя историческую среду. И в своем исследовании мы попытались посмотреть на те ресурсы, за счет которых город может действительно повышать свою какую-то финансовую состоятельность. И, ну, если не 200 миллиардов заработать за год, то, во всяком случае, постепенно и так структурно увеличивать свою доходную базу, тем самым повышая свою вот эту вот мобильность в плане реконструкции и каких-то сложных и долгих проектов развития среды. Я, наверное, начну так совсем издалека. С 1916 года специалисты по урбанистике наверняка знают, что это год, когда были созданы первые правила землепользования и застройки. Это всегда проходится в курсе урбанистики. Так вот, эти правила не прожили и полугода. Через полгода девелоперы Нью-Йорка пришли к правительству города и сказали, ребята, так дальше нельзя, потому что ваши правила снижают нашу прибыльность. Вы давайте их отмените, потому что, ну, как бы, дело дальше не пойдет. Состоялся суд, в ходе которого судьи от лица города сказали, ну, товарищи, все, конечно, мы понимаем, ваши частные интересы, но город – это несколько более сложная система, и вы здесь не одни. И мы должны защищать и, скажем так, балансировать интересы разных сторон. И не только девелоперы живут в городе, и не только прибыль девелоперов является главной целью развития города. И вот такими исходными постулатами было несколько таких довольно расхожих тезисов о том, что город не может проводить свою какую-то независимую градостроительную политику, поскольку он довольно сильно зависит от бюджетов регионального и федерального уровня. И сейчас я вот в дальнейших кадрах покажу, насколько Самара действительно зависит от поступления с верхних уровней бюджетов. Кроме того, есть еще такой тоже тезис о том, что нехватка места и инфраструктуры в центре города предопределяет вынос доступного жилья на окраины. И вот Кошелев проект и Южный парк – это такие яркие примеры. У города нет сил полноценно контролировать деятельность девелоперов. Это тоже такой расхожий тренд и расхожий тезис в дискуссиях. Ветхое жилье нужно сносить, и тогда появляется какой-то дешевый территориальный ресурс под застройку, потому что иначе слишком дорого. И вот по поводу жилищного строительства, что жилье в любых масштабах – это благо. Вот это такие тезисы, которые всегда озвучиваются в вопросах о том, где же строить – в центре города или на окраинах. У нас тема сегодняшняя – город и пригород. Мы поанализировали в рамках нашего исследования структуру доходов города Самары за несколько лет. И вот на этой картинке видно, насколько сильно в течение, допустим, последних пяти лет с 2009 года нарастает присутствие региональных и федеральных денег в бюджете. То есть вот синяя доля внизу – это только местные налоги и местные доходы. Это налог на землю, аренда земли, налог на имущество физических лиц. А дальше вот сверху все больше и больше вливается денег. С одной стороны, это, конечно, здорово, потому что мало денег не бывает, и всегда есть на что их потратить. Но с другой стороны, понятно, что когда у вас 20% ваших ресурсов – это только то, чем вы можете контролировать, а 80% приходит сверху, и вы не совсем можете это контролировать, каким образом вы можете выстраивать свою собственную стратегию развития, когда вы не совсем используете вот эти ресурсы, не совсем можете ими управлять. Когда мы посмотрели на местные, за счет чего живет Самара, собственно говоря, на свои деньги, то оказалось, что, и в этом большое отличие, например, от Хабаровска, что значительную долю своих средств Самара зарабатывает на земельном налоге. И это довольно такая хорошая история, потому что в отличие от таких источников, как сдачи в аренду земли или продажи земельных участков, земельный налог контролируем во многом городской администрации. Это такой хороший инструмент, который используется вообще-то городами во всем мире, чтобы как раз интенсифицировать свою среду, чтобы немножко влиять вот этими инструментами на то, как развивается и где развивается город. То есть вот 45% своих собственных средств Самара зарабатывает тем, что собирает земельный налог. И понятно, что развиваясь дальше, городу, конечно, следует как можно больше и внимательнее относиться вот к этим собственным ресурсам, учитывая их хозяйственно, к ним относясь. И в этом плане адресная программа снос реконструкции Ветхого жилого фонда, которая, как мы поняли, активно действует в городе Самара, она отчасти задает для нас, как для исследователей, большой вопрос, насколько следует реализовывать ее вот в таких масштабах. Здесь нанесены все 5000 адресов, которые на текущий момент зафиксированы в этой программе. То есть понятно, что мы, если не зачищаем, то каким-то образом реализуем эту программу, реконструируя ветхий жилой фон в центре города. Каким образом? Если у города почти нет средств на то, чтобы делать это самостоятельно, и 200 миллиардов в бюджете нет, получается, что либо город предоставляет какие-то возможности девелоперам, у них свои представления о прибыльности, либо вот эти необходимые объекты строительства в виде доступного жилья выносятся на окраины. То есть об интенсификации здесь, конечно, можно говорить, но в весьма таком специфическом виде, когда вместо реконструкции или сноса строится какое-то высотное жилье. И вот развитие застроенных территорий – это те проекты, которые были выставлены городом Самарой на торги в 2008-2010 годах. Условия, на которых предлагались эти участки городу, не городу, прошу прощения, девелоперам, они, конечно, несколько смущают. То есть понятное дело, что когда девелоперу предлагается провести вот все, что сверху, проект планировки, межевание, создать инфраструктуру, не получится у девелопера построить доступное жилье. И здесь состояние клинча. Город не может за свои средства подготовить площадки настолько, чтобы девелопер не вложился крупными деньгами, а девелопер, понятное дело, преследует свои чисто экономические интересы по получению нужной доли прибыли. И в этом плане, на наш взгляд, одним из путей разрешения вот этой ситуации может быть именно повышение собственных объемов дохода городского бюджета. Попытка более хозяйственно, более рачительно использовать те инструменты, которые у города есть сейчас, постепенно, например, создавая инфраструктуру. Хотя бы это снимая с девелопера, но тогда взамен, уже прося девелопера или выставляя условия, как-то более корректно относиться к центру города. И, в принципе, наверное, норма прибыли будет какой-то логичной, во всяком случае сравнимой с тем, что они получают, застраивая чистые поля. Что касается земельного налога, мы посмотрели разбивку земельного налога по районам, и очевидно, что есть районы, которые приносят в разы больше просто дохода в городской бюджет, чем районы, например, Красноглинский. И это тоже отчасти вопрос по интенсификации. Где все-таки рациональнее заниматься строительством, учетом и вообще обихаживанием территории, там, где мы с квадратного метра снимаем 10 тысяч рублей, или там, где снимаем полторы, учитывая, что над нами вот эта цифра в 200 миллиардов, которую нужно где-то взять, например. И тогда возникает вопрос. Я вот хочу попросить посмотреть, да, вот Октябрьский район, это там второй по доходности, по земельному налогу для города. И в этом же самом Октябрьском районе находится вот эта площадка, на которой стоял завод Зимы, которая, собственно говоря, сейчас так и находится там. Вот это фотография Гугла, я так предполагаю, что ситуация не сильно поменялась на текущий момент. Вот если эту картинку показать любому мэру города в Америке, в США, то у него возникнет большой вопрос, какой в этом смысл. Центральная часть города, ценнейшая территория, обеспеченная инфраструктурой, да, там, транспорт, коммуникации, там, все подведено, стоит пустой. Я знаю, что были конкурсы, проекты планировки, но факт остается фактом. Эта территория стоит пустой, повышаясь в цене. А девелопер, понятное дело, собственник не хочет сбрасывать ее, потому что это чистый спекулятивный интерес, и это на самом деле вполне нормально и понятно. Вопрос здесь к городу. В чем смысл держать эти территории, то есть не стимулировать развитие городской земли вот в таком месте, при этом говоря, что у нас негде в центре города строить какие-то другие объекты, и вынося эти объекты за черту города. В мире, в принципе, разработан довольно широкий ассортимент инструментов, приводящих вот как минимум к интенсификации вот такого рода, контенсификации использования неразвитых территорий под редевелопмент. Здесь еще важный момент, что во всех генпланах российских городов чаще всего вот эти вот проекты по редевелопменту, они всегда упоминаются, что там перекрашиваются серые зоны, в зоны обычно жилья, какого-то природного ландшафта и так далее. Но когда начинаешь разговаривать с мэром города и спрашивать, а что вы действительно можете физически сделать, оказывается, что почти ничего, потому что там частная собственность. И все, что нарисовано в генплане, по сути дела, упирается в волю собственника. Вот согласно земельному кодексу и градостроительному кодексу, у города на текущий момент есть достаточно инструментов для того, чтобы заставить девелопера это сделать. Есть земельный налог, который можно менять, используя городские полномочия. В Москве арендная ставка на земли промышленности повышается с каждым годом, если эта земля не развивается. Это нормальный экономический инструмент, который заставляет девелопера либо сбросить актив, если ему не хочется развивать эту территорию, либо что-то строить. Но не занимать ценнейшие территории в условиях дефицита, как финансового, так и пространственного. Еще один вопрос, который нас немножко тоже поставил в тупик, когда мы анализировали Самару, это вопрос отсутствия межевания и нерешенных земельных вопросов в центре города. То есть, редевелопмент довольно сложно вести, когда непонятно, кому что принадлежит. И довольно часто город говорит, что, ребята, на это нет денег, это очень дорого межевать, заниматься вот этой мелкой работой и так далее. Вот мы взяли один квартал в городе, посчитали налоговую емкость. Вот что будет получать городской бюджет, если мы размежуем этот квартал. Здесь надо одно сделать уточнение, что этот квартал занят частными домами, то есть все земельные участки размежеванные будут налогооблагаемы. Вот за год, это в текущей оценке 2012, 2002-2012 год, на текущий момент, за год с этого квартала город будет получать 310 тысяч рублей. Текущая ставка проведения проекта планировки и межевания этого квартала 1,2 миллиона. Через три года город начнет получать прибыль вот с этой территории, начнет получать дополнительные деньги, за счет которого можно будет развивать инфраструктуру и дальше работать с девелоперами совершенно на других условиях. И в этом смысле интенсификация городского центра, о которой мы говорим, для нас это не строительство высоток в центре города, когда мы снесли 5-6 старых домов и построили вместо них 23-25 этажей. А это контролируемое уплотнение, когда город контролирует использование ценной территории не только в интересах девелопера. Когда он цитирует позицию того судьи с 1916 года из Нью-Йорка, что, ребята, город не только для девелопера, что мы занимаемся использованием эффективным центральных частей, потому что мы город в том числе контролируем, мы исповедуем цели какого-то общего блага для всех жителей города, не только для девелоперов. И вот итогом нашего исследования, которое называлось «Скрытые ресурсы», было совсем не то, что мы начинали исследовать. Начинали мы исследовать потенциальные территории подразвития, но оказалось, что скрытыми ресурсами является совсем не это. А скрытыми ресурсами является как минимум знание города о самом себе. Довольно сложно найти, и город очень сложно ему самому собой управлять, когда мало статистики городской. Большим ресурсом является именно проактивная позиция города в вопросах получения доходов от собственных территорий. Учет и контроль использования этих территорий, не отпускание это все на откуп девелоперов. Долгосрочный стратегический подход к реализации крупных проектов, когда проект рассматривается в своем жизненном цикле не один-два года, а когда смотрится, а что будет с этой высоткой через 10-25 лет, сколько нужно будет здесь построить новых детских садов, сколько будет нужно школ построить, чтобы эти дети, жильцов нового дома, куда-то ходили. И последний пункт, который итог нашего исследования, это полноценное использование всех инструментов регуляторного планирования. Город такой же участник городского развития, как и девелоперы, как и общественности. У него есть достаточно много полномочий, которые он вполне может использовать, чтобы в итоге прийти к тем самым 200 миллиардам и реконструировать прекрасный центр Самары. Спасибо. Спасибо. Потрясающие перспективы нам нарисовали. Даже как-то, не знаю, насколько вы, ну, как, Галыч, верите? Мы сейчас очень активно по этому пути пошли. Ну да, у вас земельный налог, это 45% бюджет потрясающий. Да, земельный налог, да. По Москве, то есть по России, это очень, ну, в Москве меньше. Очень высокий, да, и бизнес ставит, наоборот, вопрос подъезжения, и он не скучается даже, что в этом году будет пересмотрено и дифференцировано. Но мы пошли сейчас, создаем два уровня власти, местом в своем управлении. Даем полноценную власть, делаем на уровне районов, полноценную власть с правами, там, с соответствующими, и налоговые источники мы передаем им полностью, землю передаем им полностью, то есть для того, чтобы там на месте, в Кировском, в Советском, там, условно, в Красноглинском районе, понимали это лучше, значит, всю ситуацию, дифференцированно могли подойти уже, исходя из, в общем, собственных, там, скажем, нужд и интересов. Плюс мы, вот в Самаре были большие проблемы с неразграниченными землями, и вопрос, он не экономический, он был, этот вопрос был политический, потому что просто в свое время было время, когда взяли и у города отобрали эти полномочия. Мы сейчас вернули полностью эти полномочия городу, полностью. Мы сейчас возвращаем законодательно, вот, в процессе принятия решений, всю рекламную деятельность, чтобы не было путаницы, там, друг другу, областные власти, городские власти, то есть городу, а с рекламной деятельностью тоже значительные поступают налоги. Самара примерно должна зарабатывать в год, добавить примерно 15% к своим доходам. Город Самара, это примерно 2,5 миллиарда рублей, может, до 3 миллиардов рублей можно зарабатывать и должны зарабатывать на рекламе. Это тоже было так кусками разобрано, и в том числе между областью, и правительством областным, и городом. Сейчас каждое решение по строительству, хоть по точной застройке, вписываться будет в полномочия в том числе района. Без решения районной думы или районного совета ни одна застройка, город решение принять не может. И я тоже хочу сказать, и мог я сейчас дополнить бы еще ряд вещей, которые передаются вот на тот уровень власти для того, чтобы вот многие вопросы, которые поднимали, они бы решались более эффективно, потому что это ближе к людям, ближе к тому руководителю все это, виднее людям оттуда, что происходит и как в том числе условно упорядочится, порядок наводится на своей территории. И в сентябре пройдут уже выборы по новой схеме. Хочу сказать, эта схема, Челябинск в прошлом году попытку сделал, но до конца не довел. Она единственная в стране, и мы очень хотим, чтобы это сложилось, это сложилось, и хотелось, чтобы тоже люди поняли. И вот здесь актив понял, для чего это делается. Мы иногда с порога отметаем, до конца не поникнув, а потом уже впоследствии по хвостам бьем, почему одно не работает, второе не работает, третье не работает. Вот по поводу заработать городом деньги. Городом заработать деньги, вот то, что даже заработает, это будет все равно немного. Ну может условно процентов на 30 увеличить свои доходы. То, что сказал по поводу рекламы и так далее. Но понятно, что это никакие не 200 миллиардов, это значительно меньше. Мы ведь когда принимали решения, в том числе общие решения по стране, за которым очень активно аплодировали все, за единые стандарты. Ведь почему у города стала другая сейчас, другая структура доходной базы, расходная часть бюджета? Потому что из города убрали полномочия, очень многие забрали выше. Забрали полномочия, и эти полномочия должны финансироваться уже не уровнем города, а бюджетом или области, или бюджетом федеральным. И там вот эта желтая часть, желтая часть, она значительно выросла. Почему? Если раньше учителям платили заработную плату в городской бюджет, сейчас заработную плату учителям полностью выплачивает областной бюджет. Если социальную защиту 10, 15, 12 лет назад с городского бюджета выплачивали социальные выплаты, то сегодня львиная доля социальных выплат идет из федерального бюджета. Напрямую, вот таким-то, таким-то категориям, все обсчитано, люди-инвалиды и так далее, а их у нас 240 тысяч инвалидов, все идет из федерального бюджета напрямую. И поэтому эта доля, она растет. Хоть по большому счету, может быть и правильно, потому что есть вещи, есть стандарты по стране, которые должны, скажем, реализовываться одинаково, что в Самаре, что там в Калмыкии или там еще где-то. И вот эта вот доля собственной, которая остается, она на самом деле получается не очень значительной, но здесь и полномочий остается не так много, которые, условно, за эти деньги можно было бы реализовать. Вот что касается исторической части, это вещь такая, она нигде никем не прописана. То есть кто его должен профинансировать для того, чтобы навести здесь порядок. Есть у нас памятники федерального значения, есть у нас очень много зданий, которые занимают федеральные структуры, но они находятся в состоянии в таком, что их, да, в ужасном. Есть где находятся здания, где находятся областные структуры и так далее. И, конечно, здесь придется нам, на самом деле, то, что вы говорите, давать возможность городу зарабатывать, и мы за это, мы более того, даже сейчас делаем так, чтобы не город, мэрия города зарабатывала, а львиные доли денег сядет в районах, то есть уйдет в район, и будет использоваться это на районном уровне. Будет использоваться на районном уровне, голосовать будет за решение и за те затраты по статьям депутаты районного уровня, и городского появится, будет публиковаться бюджет, на что тратится, сколько тратится, в том числе и вот на, скажем, историческую часть города, и, естественно, целевые программы. Целевые программы по исторической части, это уже задача наша, областная. Я уже говорил, мы вот 2 миллиарда выделяли, сейчас еще миллиард, и будем дальше выделять, целевые деньги для того, чтобы пошел некий челночный вариант. Там, где можно, условно, людям представить жилье, хорошее жилье, и обсовождается площадка, на этой площадке строится архитектура близкой к той архитектуре, как развивался этот микрорайон, когда-то там, 100 лет назад или 150 лет назад, и заселять, или заполнять, и двигаться дальше, он заполняет уже, естественно, за какие-то деньги. А так, я полностью с вами согласен в том, что от знания и представленных возможностей с самим формированием зависит очень многое, где многие вопросы могут решаться более эффективно и значительно быстрее. Спасибо. Так, ну, мы продолжаем работу. С удовольствием передаю слово своему непосредственному начальству, заместителю декана высшей школы урбанистики, высшей школы экономики, Московской, где я являюсь профессором, а вот Виталий Эдуардович является замдекана. Вот, Виталий Эдуардович, пожалуйста. Раз-раз. Ну, я постараюсь вложиться в 10 минут и не зачитывать доклад. За что мы ценим Самару, я не знаю, могу от лица граждан говорить или просто от своего лица. Конечно, Самара сильная, просвещенная, научный центр, сильная индустрия. Раз-природа, Волга, уникальное окружение, девственное, так сказать, оппозиция города и девственной природы. Два. И третье, у многих вызывает сомнение, но исторический центр у иностранцев и туристов не вызывает сомнений. Тем не менее, тенденции, которые вот здесь изложены, индекс человеческого капитала, исследование в рамках Мосурбанформа было проведено, они показывают, что Самара движется не вверх по отношению к городам-конкурентам, и особенно по качеству жизни, и теряет население, теряет образованное население, пополняется население за счет неквалифицированных мигрантов, теряет в том числе и в зарплате. Короче говоря, по сравнению с городами-конкурентами, это город-аутсайдер. Что такое город и субурбия, я думаю, тут объяснять не нужно, наверное, но тем не менее, Ашан, Леруа-Мерлен, километровая стоянка перед ними, это не город. Это субурбия, это паразиты на теле города, как правило. Город – это там, где людям комфортно, удобно, они ходят, они заходят в магазины, там стрит-ретейл, и люди ходят по улицам. Что такое молы? Молы – это продажа, 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 продажа. Там нету творчества, общения, уюта, дружбы. Дружба – это город, это открытая городская среда, это старая Самара. Что такое молы в Самаре? Это главный драйвер пространственного развития. Занятость в Самаре в индустриальной сфере, в производстве, в три раза упала по сравнению с 90-м годом. Основное пополнение мест рабочих дают торговые молы. В Самаре не существует никаких правил ограничения размеров торговых молов, и они, возникая в других городах на периферии, в Самаре лезут в центр. Торговые молы от 50 тысяч метров, это безумно огромные молы, а у нас более 100 тысяч метров, амбар, мега и другие появляются уже в центре. Они идут в центр. Гудок – 150 тысяч. Четвертый КПЗ – проект, в котором 100 тысяч площади торговые, а значит 200 тысяч общей площади. Зим – тоже там запланирован 150 тысячник. Это все идет в центр. И еще у нас есть суперпроект «Стрелка», на котором 100 тысяч метров нарисовано. Любой такой торговый центр притягивает огромный трафик машинный, под который город и регион дальше должны развивать инфраструктуру. То есть мы платим потом деньги своих бюджетов для того, чтобы обеспечивать господ владельцев этих торговых центров. Назад. Что такое новое строительство в Самаре? Розовое – это реальные проекты строительства. Серые – фейк-проекты, которые как бы строятся, но на самом деле не строятся. Значит, розовое – это то, что на самом деле, то есть это все, что наружи. Мы называем это как бы… Есть внутренняя Самара, условно говоря, до стадиона от «Стрелки». Все, что снаружи – вот это площадки. Там южный город, Кошелев проект и тому подобное. Серые площадки – огромные просто ресурсы. Катэк – 20 с лишним гектар. Зим – 30 с лишним гектар. Четвертые КПЗ – тоже десятки гектар. Они замерзли. На самом деле, ну, от четвертого ГПЗ уже, я насколько знаю, отказались из источников открытых. Все эти площадки подготовлены, приведены в порядок в плане документов. То есть капитализация произведена для людей, которые как бы ими владеют. И в тот момент, когда она произведена, переведены зоны, отказываются от реализации этих проектов. Конечно, как только ты получаешь ГПЗУ, участок дорожает на 10%. Меняешь зону – он в разы может вырасти в цене. И в связи с этим можно заключить следующее. Ведется развитие периферии и транспортной инфраструктуры, которая сейчас формируется. То есть проспект Маркс, который запланирован к развитию на периферийной зоне. То есть подключение не внутри города, а снаружи. Мост Кировский и, кроме того, проект дамбы обводной дороге Самары по другой стороне Самарки, которая должна послужить дамбой для того, чтобы засыпать озеро Гатное и там якобы развивать микрорайоны. Все эти инфраструктурные проекты направлены не на то, чтобы решать проблемы внутреннего города, а на то, чтобы решать проблемы владельцев этих сельхозугодий, которые задаром были приобретены в начале 2000-х годов. Прожектерство как стратегия. Жертвы сетевых прожектеров, в частности, Самара. Иркутск, где 80 гектар обещали модернизировать исторический центр, получил 130-й квартал, 5 гектар. Но результат понятный. Сменилась власть, и губернатор отменил этот проект. Проектировщики ретировались. Торговый центр на 30 тысяч метров появился. В квартале историческом были снесены все памятники, разобраны и куда-то подевались со складов. А в результате были возведены финские избы с имитацией резьбы, редко расставленной которой никакой исторической среды, конечно же, не создали. А стрелка, 6 лет объявляли срок реализации, 3 года прошло, земля пущена в оборот, спекулятивный. Те, кто хотел застраивать элеваторы, они уже не хотят ничего застраивать, им ищут новых покупателей. То есть земля не развивается реально. Что такое жилищное строительство и гонка за метрами в Самаре? За последние 10 лет более 6 миллионов метров построено. Обеспеченность на душу населения Самары имеет одну из лучших в стране. Но проблема в том, что количество квадратных метров на душу населения не есть качество жизни. Эти 6,5 миллионов метров не обеспечены ни одной школой. Садами, которыми стали заниматься несколько лет назад, обеспечена, дай бог, треть потребности. 170 тысяч жителей на этих метрах в расчете может получиться. А наш город на самом деле уменьшается. А вот это фонд первых панельных серий, который уже пришел в негодность. В 2015 году 50-летний срок хрущевкам панельным пришел. И 2025, когда вот районы 9-12 этажной застройки придут в негодность. Вот эта вещь, недокапитализация ЖКХ в стране у нас. 35% ВВП составляет. Это безумные деньги, чем практически нигде не занимаются. И вот эта штука возникнет через 5-10 лет реально. Как огромная проблема. Это несравнимо просто даже не на йоту с тем объемом фонда, который в исторической части существует. Это на порядок больше метров. Так что же, управлять или, может быть, позволить развиваться самому? Ответ на поверхности лежит. Вот отводы, которые десятилетиями висят в центральной части города. Под дольщиков обманутых, чьи списки бесконечны. Под детей-сирот, под фонд САВЖИ. И не могут люди оформить землю. Они сидят на чемоданах. Самара – один из самых трагичных городов в плане неоформления и не межевания земли. Вот результат этих социальных программ. Карта пожаров. Они соответствуют именно социальным проектам. А вот как выглядит город, в котором никто не ищет денег, а просто отмежевали и раздали землю. Ростов-на-Дону – самый малоэтажный миллионник, при этом являющийся самым компактным в стране. В полтора раза меньше Самары по площади, с населением на 90 тысяч меньшим. Он полностью размежеван практически. Именно поэтому там есть хозяева и там есть среда, которая в порядке. Но для того, чтобы сдвинуть ситуацию, необходимо разрушить стереотипы. Первое. Современный город – не многоэтажный город, хотя и плотный город. Второе. Жители старого города – не маргиналы, как уверены в городской администрации. Более двух третей готовы нести ответственность, получив право на землю за ее содержание. Есть объяснение тому, почему происходит абсолютно бесконтрольное развитие в городе. Административная гармония в некотором роде сложилась. Есть вроде бы ПЗЗ, есть генплан. Но ПЗЗ 2001 года, генплан 2008, ПЗЗ должны соответствовать генплану. И никакие попытки сделать правила землепользования соответствующими стратегии города не проходят. В 2010 году, в 2013 году они не будут приняты. Потому что сложилась ручная система управления, когда каждые две недели, месяц комиссия по застройке в ручном режиме решает проблемы застройщиков. Ну и, разумеется, поэтому нету и норм градостроительного проектирования в городе. Таким образом, мое субъективное мнение, можно признать, что превращение Самары в моногород по производству субурбии и вытесняет квалифицированное население, которое должно быть драйвером развития науки и техники в Самаре. Уничтожение природы за счет строительства, которое предполагается на озере Гаатном, на других природных территориях, уничтожает нашу уникальную оппозицию природы и города, за что, в общем, люди и ценят Самару. А про историческую среду и говорить ничего не надо. Итак, от дотаций к налоговой политике необходимо переходить. Жилищное строительство переориентировать с количественных на качественные показатели, потому что Самара крайне отстает в области не только обеспечения нормативной инфраструктурой, но и архитектурно-строительного качества, потому что цех здесь архитектурно не востребован. До 100% выпусков архитектурных студентов уезжает из Самары. Необходимо учитывать интересы среднего класса и, безусловно, двигать стратегию комплексного развития Самары на уровень пространственного развития. Нужна стратегия пространственного развития. Спасибо. Я должен сказать, что за все время проведения наших форумов более такого острого и аргументированного доклада у нас не было ни разу. Спасибо большое. Наверное, надо как-то ответить. Вопрос задать Виталию. Виталий, вопрос. А как считаешь, какие причины, почему мы оказались в таком состоянии? Ну, Николай Иванович, вопрос риторический. В общем-то, сегодня, насколько я понимаю, заседание Думы происходит, на котором будет решаться вопрос об изменении структуры городского управления, в частности, выделится управление главного архитектора городостроительства. Я полагаю, что это стратегические структуры, которые не должны подчиняться отраслевым департаментам и отраслевым ведомствам. Отраслевые ведомства, в частности строительные, решают свои проблемы сиюминутные, которые должны ставиться стратегиями. И вот именно голову нужно пришивать рукам и ногам. В общем, надеюсь, что сегодня будет правильное решение принято. Это уже хорошо, что сегодня будет правильное решение принято. Но я хотел бы сказать, что за последние 25 лет, я думаю, многие со мной согласятся, у нас стратегий, программ самых различных было очень много. Я имею в виду не Самарскую область, может, не Самару, а в целом, если брать в стране, очень много. И практически ни одна из них, ни одна из них до логического конца не завершена. Тоже, если мы условно только эту сторону будем рассматривать, может получиться так, что тоже всех проблем мы не решим. Даже не всех проблем, а может быть и малые толики не решим. Николай Иванович, все-таки мне кажется, что надо сначала иметь план действий, а потом решать проблемы. Безусловно, сиюминутные проблемы необходимо решать, но проблема Самары в том, что мы натыкаемся все время на одни и те же грабли. То есть мы, затыкая дыры сиюминутно, не можем посмотреть вперед хотя бы на три года. И в результате получается несбалансированное распределение бюджетных средств, к сожалению. Я согласен со многими оценками, просто, если можно, да, очень коротко. Но, может быть, все-таки мы должны власть и, скажем, разные сообщества по направлениям, проблемам, ну, скажем, может быть, пусть прозвучит немножко уже навязчиво, слушать и слышать друг друга. Вот. И, может быть, мы тогда быстрее будем двигаться. Я вас вижу. Вы на каждую мою реплику реагируете, женщину? Вижу, молодую, да. На счет и слышать, и вижу. Да. Что? Обязательно. Мы уже обсуждали эту тему, и я готов. Я бы хотел призвать все-таки к течению. Да. Но я бы очень хотел, чтобы мы друг друга слышали. Чтобы была улица с двусторонним движением. Да. С двусторонним движением. Чтобы слышали друг друга. Потому что иначе может получиться так, то, что говорил Виталий, да, теряем население. Мы не хотим вуз объединять и делать вуз, который бы притягивал сюда умы, таланты. Мы хотим, чтобы наши умы и таланты уезжали и учились в Казани, учились в Москве, в Питере. Мы вовсю аплодируем тому, что кампус не нужен. Нет, нет, нет. Кампус не нужен. А это все вещи. Мы начинаем противоречить друг другу. Не друг другу, а сами себе противоречить. Поэтому очень важно, чтобы на самом деле услышать и про стенку. Мы можем сегодня пойти вместе с вами и пообсуждать, что мы хотели и что хотим. И обсудали мы эту тему. Я во многом согласен, что в том состоянии, в котором находится город, но причины, на мой взгляд, значительно более глубинные, значительно более глубинные, на которых нам надо в том себе достучаться вместе с вами. Между тем, мы находимся не только в Самаре, но и в агломерации. И тема нашего заседания как раз агломерация. И я бы хотел, отчасти надеюсь, что обстановка несколько разрядится, дать слово Франсуа де Кастеру, который работал над многими агломерациями. В том числе мы вместе работали, ну, то есть я немножко поучаствовал в его проекте «Большой Москвы», а также он сделал «Большой Париж». Но вот интересно понять, какие сегодня есть инструментарии именно развития в таком большом масштабе. Франсуа, пожалуйста. Я прошу прощения за то, что я не владею русским языком. Я буду говорить по-английски, под перевод. Мне кажется, что значимость таких проектов, с которыми я работал в рамках своего офиса, я надеюсь, что… Мне кажется даже, что они лежат несколько вдали от тех вопросов, тех забот, которые касаются Самары сегодня. Но я думаю, что некоторые вопросы, касающиеся нас, будут все равно интересными. Я, конечно же, не буду описывать эти проекты целиком. Самый первый из них, проект, который мы выполняли для Москвы в рамках конкурса, он касался расширения и работы над пригородами Москвы. У нас сложилось такое ощущение, причем оно основано на нашем опыте работы с Парижем. Париж, как и Москва, это чрезвычайно централизованный город. В нем есть центр, есть ствол, есть ветви, отходящие от него. Мы думали, мы полагали, что мы сможем создать некую новую сделку, если хотите, между центром Москвой и ее пригородами, между периферией, которая должна развиваться вместе с развивающимся центром. Мы не должны выстраивать оппозицию между центром и периферией. Центр и периферия должны стать более тесно связанными, они должны стать игроками, играющими на благо друг друга. Это даст больше возможностей разным стилям жизни. Именно поэтому мы предложили не столько расширение Москвы, мы предложили создать определенные связи между существующими городами, находящимися на периферии Москвы, и нам показалось, что это было бы более интересно, чем создавать целое новое городское пространство. Гораздо лучше было бы использовать уже имеющиеся поселения и связать их с центром. Это создало бы более интегрированную систему. Таковым было наше видение Москвы в начале проекта. Здесь вы как раз видите, как мы реорганизовывали связи между Москвой и её пригородами, как мы создавали новые ассоциации между Москвой и её новыми частями. Следующий проект – это Большой Париж. Как я уже говорил, Париж тоже сверхцентрализованный город. Несколько лет назад правительство Парижа, парижские власти провели широкомасштабные консультации с национальными командами с целью обсуждения будущего Большого Парижа. Как сделать вот эту сделку между Парижем и его периферией? Реальность, существующей в данный момент организации в Париже, не соответствует тому, как люди живут и работают в этом городе, как в этом мегаполисе создаётся жизнь людей. И вы видите, что на этом слайде у нас представлен не план. Вы здесь частично видите реку, но видите, что мы создаём полицентрическую систему. Большой Париж будет полицентричным. И одной из ситуаций, в которых будет работать полицентричный Париж, заложено то, что мы называем гибридным кластером. Мы полагали, что взамен разработки новых узкоспециализированных территориальных объектов мы будем использовать уже имеющиеся территориальные возможности. У нас есть территория вокруг аэропорта, хорошо. У нас есть высокоиндустриализованные области, замечательно. И мы будем использовать все высокие качества и все добавляющие стоимость возможности этих территорий. Итак, был создан креативный Хаплиель, находящийся неподалёку от Парижа. Здесь мы как раз и разрабатывали проект этого гибридного кластера. В конечном счёте, мы работали над перестройкой существенной транспортного плана. Заложены новые линии метро, которые соединяют периферии с центром и периферии друг с другом. Это позволит людям свободно перемещаться по Парижу. Им не придётся для перемещения из одного пригорода в другой ехать через Париж. Это, как нам кажется, является чрезвычайно важным. Мы построим несколько новых станций в этой новой сети метрополитана. На этой точке будут расположены диверсифицированные новые проекты со смешанным использованием. Это место называется Плеель. Это будет новый хаб. Через него будут проходить три новых линии метро и линии другого транспорта. По застройке это будет весьма сложная структура. Здесь уже начинаются работы по девелопменту. И вы видите, что эта территория полностью отделена линиями железной дороги. То есть не так много возможно делать на самой ней. Есть застройка, ведущаяся в районе стадиона. Есть территории, отделенные системой железной дороги. Нами было предложено, и этот проект будет разрабатываться в ближайшие годы. Мы будем использовать создание новых станций метро, сочетать их с мостовыми переходами. Все это позволит нам задействовать обе стороны, использовать территорию по обе стороны железной дороги. По обе стороны не то что железнодорожной линии, а всей инфраструктурой железной дороги. Это позволяет нам сочетать и динамику транспорта, и динамику урбанизации, и существующих территорий, и мостов, и всей их инфраструктуры. Это позволит нам создать что-то очень диверсифицированное, что-то очень неоднородное. Нам позволит это создать центр внутри периферии. И это даст нам возможность создать еще один способ коммуникации между центром и пригородами. Мы создадим новую структуру бульваров и аллей. Все они будут полностью изменять эту часть пригорода. Если она ранее была полностью индустриальной, то сейчас мы будем воссоздавать части города Парижа. Еще один момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание в этом имиджевом проекте, это проект стадиона, поскольку здесь я слышу многое о строительстве стадиона в Самаре. Это стадион регби, стадион французской федерации регби, который планируется строить. И вы видите, что площадка, которая была выбрана под этот проект, эта площадка находится... Смотрите, на задней части изображения у нас находится Париж, в середине изображения находится аэропорт Орли, а на фронтальной части изображения на переднем плане находится сам стадион, будущий стадион. Аэропорт лежит на середине дороги, которая связывает будущий стадион с Парижем. Здесь находятся все транспортные артерии. Это и региональные линии регионального сообщения, и линии железной дороги, и шоссе. Таким образом, стадион находится у нас на природном участке, но он очень хорошо связан с городом. Мы помещаем стадион практически в лесную зону. Она уже существует. Стадион находится вот здесь. Его разрабатывали другие архитектурные бюро, не мы, но мы работали над развитием городского пространства вокруг стадиона и всей территории в целом. Мы создаем мостовые переходы и шоссе для подъезда к стадиону. Здесь также планируется выход на ритейлеров, на развлекательные центры, на жилые кварталы и так далее. Мы создаем, иными словами, еще один удаленный центр, мультимодальный центр, если хотите, в рамках большой аггломерации. Пусть это небольшая географическая площадь, но являющаяся центром притяжения, находящимся за пределами Большого Парижа. Подходные пути находятся над линиями железной дороги. Следующий проект, который мне хотелось бы показать, это территория, находящаяся в западной части Парижа. Очень сложная территория, поскольку она значительно удалена, там не слишком много транспорта, но главный ресурс этой площадки – это география. Центр Париж с его основным перегородем находится в правой нижней части иллюстрации, а то, что мы видим, объединено красной линией. Частично это похоже на то, что я видел здесь, на стрелке Волги и Самары, на территории бывшего порта. Мы будем строить здесь новый порт, который позволит нам соединиться с системой каналов, которые соединяют город и с Роттердамом, и с системой каналов, которые выходят на реку Сену и выводят нас на порт Гавр, который находится на северо-западе Франции. Сам проект подразумевает изыскать все возможности для извлечения дополнительной стоимости из этой области. Здесь есть вода, которая позволяет нам использовать ее и в индустриальных, и в рекреационных целях. Возможно строительство спортивных сооружений, возможно строительство целого нового города, возможно развитие всех новых ресурсов, которые будут использовать, пусть небольшой потенциал каждого объекта, создавая более крупный потенциал всего объекта в целом. Мы создаем новые стили жизни. И для меня, когда я думал о центре Самары, для меня как раз и было самым важным, может быть, имеет смысл создать новый стиль жизни, который сделает центр города снова притягательным, и заставит людей снова возвращаться сюда. Может быть, есть что-то, что позволит заставить людей не уезжать отсюда, а возвращаться сюда. И вот все области, которые мы создаем вокруг Парижа, со всеми их экономиками, большими и малыми, созданными вокруг спорта и других возможностей, все это заставит людей возвращаться в эти области. Вот лишь некоторые из историй, которые объясняют этот проект, как проект стилевой. Люди возвращаются, люди уезжают куда-то на выходные, люди приезжают куда-то, чтобы... Люди приезжают для того, чтобы купить что-то, что произведено в совсем других местах Земли, но появляется только здесь, в этом порту. Мы говорим о том, что в тех вещах, которые могут повлиять на поведение людей, заставят их снова жить и в городе, и на его пригородах. И я благодарю вас. Большое спасибо. У меня есть к вам вопрос. Как вы считаете? Если смотреть о проектах, которые касаются одного гектара, одной какой-то стены, одного какого-то события, то у нас сразу возникают конфликты. Когда мы говорим о масштабных проектах на многие тысячи километров, на регион, на агломерацию, тогда конфликтов никаких не возникает. Почему так? Почему люди не верят в реальность каких-то небольших проектов или как? Или, может быть, люди просто не интересуются крупномасштабными проектами? Или, может быть, для власти просто выгоднее и удобнее работать с большими масштабными проектами, потому что не возникает конфликтов? Да, я думаю, вы правы. Наверное, большой масштаб сразу подразумевает какой-то уровень абстрагирования, какой-то уровень абстракции, когда уже легче говорить о любых проблемах, потому что можно абстрагироваться от проблем, нет конфликтов. Но если подумать о том, что произошло в Париже, что мы сделали в Париже, то становится очень интересно, потому что весь этот проект по конструкции Большого Парижа был начат при предыдущей администрации, при президенте Саркози, который сказал, что я просто обращусь к архитекторам, для того, чтобы они представили свои идеи о Большом Париже, и они занялись этим вопросом. Затем правительство сменилось, власть сменилась, но при этом проект не был заброшен, не был остановлен. Человек из совершенно другой партии, совершенно другой политик пришел из другой партии и стал продолжать проект, потому что именно так оно и должно работать. Это нужно для города, поэтому никакие вопросы перемены власти и борьбы за власть не затронули этот проект. Проект пережил это все и в любом случае был реализован, потому что он был важен для Парижа. Может быть, это было чудо, но такие чудеса действительно случаются. Так что большие вещи тоже могут реализовываться. Так оно и должно работать. Я еще хотел задать вопрос Николаю Ивановичу Чудаеву. В связи с тем, что показывал Франсуа, там у него был такой проект, отрезанный железной дорогой. Насколько я понимаю, вот эта граница железной дороги в Самаре, это такой естественный рубеж, через который никто не перелезает, вот кроме вас, как раз с этим районом. И там предлагаются просто грандиозные меры, потому что этот мост стоит, я думаю, как мост во Владивостоке. Вы тоже такой строите? Вопрос по поводу железной дороги. Если говорить о строительстве территории, на которой строится Южный город, то мы не пересекаем железную дорогу, если я правильно вопрос понял. Вот нету плана развития. Если бы вы посмотрели план развития города Самары, то мы бы увидели, что с двух сторон вот ту территорию, которую застроит Южный город, она соприкасается с территорией уже построенной Самары. Это Куйбышский район и с другой стороны тоже Куйбышский. Поэтому это тот треугольник, который, в общем-то, и по генеральному плану развития, ну, может быть, неутвержденному, но который был прогноз, куда планировалось расширение территории Самары. Поэтому мы не перешагиваем через железную дорогу, а гармонично, я думаю, что как раз входим, вот заполняем тот круг. Если посмотреть, как строится территориально Самара, то как раз вот этот вырезанный треугольник, если мы его заполним, застроим, то это будет вот такой гармоничный круг сама города Самары. Все-таки, Николай Иванович, можно добавить, да? Я, наверное, согласишься, что увидел ты свой Южный город, так? Я увидел, к сожалению, английским не владею, поэтому не слышал, что там, да. Да, но это вот четвертый, по-моему, слайд, это очень похож на Южный город, очень. Только я хотел задать вопрос там по плотности населения, плотность, мне кажется, высокой в этом проекте, но я другому хочу сказать, дорога будет пересекаться мостом канатным, канатным, а Фрунзенский мост, он идет чуть-чуть подальше от дороги, там одна ветка только будет пересекаться, то есть переходить через одну ветку, которая ведет в речной порт. Там будет обходиться. А канатный мост, он пешеходный? А канатный мост. Ну, то есть это канатная дорога просто. Канатная дорога, это только для пассажиров, да. Только для пассажиров. Канатный. Да, и сейчас решается проблема, там есть определенные вещи у железнодорожников по ту или по другую сторону, но она все равно решится окончательно и будет в некой мере для того, чтобы удобство создать для людей. А Фрунзенский мост, там будет в том числе трамвай, он говорил метро, трамвай, трамвайные линии, которые кроме обычных, будут еще трамвайные линии, которые будут доводить людей до любой точки Самары, где у нас в центральной части, и вообще в Самаре, куда доходят трамвайные линии. Понятно. И потом, я хотел бы добавить, можно, да? А как похоже стадион, который они строят, и как мы определили? Да? Я думаю, что вы скажете, но вы не сказали. Как похоже. Можно аплодировать. Можно последний момент, да? Вот еще одна идея, которая, на мой взгляд, очень и очень важная, высказал наш гость, это по поводу, ну, скажем, идеологии самой исторической части. Видите, он что сказал? А может быть, мы найдем другой смысл некий, какой-то еще одну составляющую, которая бы привлекала людей сюда, не уезжали отсюда, со старой части, исторической части города, а приезжали. Но надо найти идею. То есть, как подойти к этому вопросу? Вот мы, на мой взгляд, очень сильно уперлись в одном, ну, скажем, вот в историю и только в историю. Да, я уже говорил, это очень важно. Но, может быть, надо с разных сторон посмотреть на этот вопрос. И на самом деле, чтобы молодые люди в Томсе, молодежь, которым было интересно, привлекательно жить в этой части города. В Томсе, велосипед, да. Я должен сказать, что вот по опыту тех форумов, которые мы проводили, все-таки Самарский самый такой активный и, как бы, такой конфликтный. И есть какие-то, ну, то есть ясно, что архитекторам, у них совсем разные точки зрения по вопросам. Ну, Юрий Александрович, вы были, я бы сказал, если не ошибся, да, 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 да. Вы были, я так понимаю, скрытым героем многих филиппиков вот сейчас. Вам многие как-то пытались сказать, вот неправильно вы стрелку сделали. Вот так намекали, что там и торговый комплекс там неправильный. И вообще вот как-то. Ну, ответьте. Ну, как в реплике конфликтный. Ну, раз про конфликт. Ну, профессиональное сообщество собралось, я поэтому не могу не ответить на реплику Виталия. Мы с ним давно припираемся на этой теме. Но в профессиональном сообществе не принято врать. Значит, а здесь было прямое вранье про 130-й квартал города Иркутска. Во-первых, ни один исторический памятник там не снесен. Все восстановлены, все 12. Все 12 реставрированы, дружище. Поехали, я покажу. Это можно поехать, походить, посмотреть, пощупать. Вот не надо разговаривать. Надо говорить с авторами, с теми, кто это делал. Вот с Марком правильно. Значит, если бы здесь был Марк, можно было бы поспорить. Ну, не надо ссылаться на людей из Иркутска. Но, да. Но это первое. Второе. Губернатор ничего не отменял. Значит, все остальные территории сейчас расчищены. И их ждет. Как раз, кстати говоря, очень похожая схема, про которую вот здесь и Виталий говорил, и говорили коллеги из Самары. И вот Малахов говорил о том, что нужна такая реконструкция с опорой на частную собственность. Вот похожий механизм они туда сейчас там закладывают. Значит, это 132-й, 134-й, 132-я кварталы, чтобы быть более точным. Что касается проекта «Настрелки». Во-первых, опять же, принцип. Мы не собираемся ни один памятник там сносить. Это не в наших принципах. Мы вообще считаем, наоборот, что если они там есть, они капитализируют территорию. Если их нет, капитализация будет слабая. Ее не дотянешь вот этими новоделами. Это что мы будем пилить сок, на котором сидим. Наоборот, все. Прямо противоположно. Другой вопрос, что там 8% территории промышленной. Еще раз. Это на 8% промышленная территория, заброшенная. Вы же сами вчера ходили по этой территории. Вы видели, в каком она состоянии. Мы тоже смотрели, в каком она состоянии. Поэтому для того, чтобы ее восстанавливать, нужны какие-то механизмы другого типа. И эти механизмы мы предлагали. Но я по-прежнему буду наставить, что проект планировки, который сейчас сделан, это и есть тот каркас, в рамках которого можно делать. Там не один, там несколько десятков кварталов. Ради Бога. Если вы готовы и вы ответственны за свои слова, реализуйте хотя бы один квартал. Так, чтобы через лет 5 можно было прийти и пощупать. Вот вы 130-й квартал Питера не критикуете. А чего? Давайте. Мы его тоже делали. И дворы Капеллы вы не критикуете. Что же такое-то? Давайте придем, пощупаем. В том числе. Еще раз. Но вы же переходите на личности, поэтому приходится опять говорить какие-то вещи странные. Но ООО Ленгепрогор прямой преемник. ООО Ленге Пронгора, институт урбанистики, в котором я являюсь главным инженером, это прямой юридический преемник и до сих пор ООО стопроцентным государственным капиталом. Поэтому для меня эти две организации родные, и я их не разделяю, как вы, сколько вы эту историю не знаете. Поэтому именно он и в лице своего главного архитектора Соколова участвовал в этой части, и мы, разработчики, первый раз это делали 20 лет назад. Понимаете, да? Поэтому давайте на предметах. Вот поведите меня в Самаре и скажите, вот это я реализовал. Тогда будем спорить, как профессионал. А если вы рассказываете про то, какие у вас идеи хорошие, я же не спорю, ради бога, реализуйте. Но это я бы так ответил в качестве такой конфликта. Спасибо большое. Ну, я бы не сказал, что это оказалось продуктивно, вот сам по себе спор. Наверное, нужно на некоторое время архитекторов отодвинуть от процесса. И я, собственно, мы уже близки к завершению, мы работаем два часа с лишним. Денис Тарасович Соколов, если можно, вот вы так со стороны идите на это, скажите, что вы думаете. Спасибо большое. Я здесь в явном меньшинстве, потому что в какой-то степени я как консультант представляю здесь, наверное, девелоперов, в адрес которых было много сегодня сказано. В основном, да, в основном такого хорошего, в кавычках. Хотел бы одну вещь сказать, да, с чем работают девелоперы. Девелоперы как раз, как и вы, коллеги, урбанисты, архитекторы, работают с людьми. С людьми, которые сейчас живут в этом городе. Жизнь, судьба, ну, жизнь в какой-то степени даже, да, девелоперы зависят от того, насколько тот проект, который он сделает, будет востребован людьми, насколько его можно будет продать, сдать в аренду и так далее. Поэтому, например, да, когда мы видим пустые участки, например, это далеко не так плохо. Конечно, вот есть хорошая идея. Давайте заставим девелопера что-нибудь там сделать. Даже в уголовном кодексе есть статья о доведении до самоубийства, да, например. Потому что в определенных условиях освоение участка для девелопера – это самоубийство, если город сам, если жители еще не готовы к этому. Именно поэтому есть земельные банки, именно поэтому во всех странах, и в том числе милых нашему сердцу европейских городах по 20-30 лет развиваются проекты и стоят пустые участки, да, потому что они ждут своего участка, чтобы там построить не черкизон, не рынок какой-нибудь, который действительно будет востребован сейчас, а что-то более или менее хорошее. Это первое. И второе, надо сказать, что любые какие-то там урбанистические, архитектурные упражнения, они хороши настолько, насколько люди готовы и могут их себе позволить. Да, вот даже просто я провел простую арифметику. Район Кошелев, сколько там стоимость жилья? 30 тысяч рублей за квадратный метр, если я не ошибаюсь, да. Около того. Ну вот я первый, последний раз, до этого в Самаре был 20 лет назад, еще совершенно в другом качестве. 30 тысяч, да. Если мы говорим про центральную часть, например, почем можно продать жилье в центральной части города после реконструкции? Ну я думаю, что в два раза дороже, да, где-то 60. 65, вот видите, да, вот я два дня в Самаре, да, вот 65, уже близко попал. Можно ли реконструировать особняк, реконструировать, даже если он достался вам бесплатно, за 65 тысяч? Невозможно. Да, вот собственный ответ. Тогда возникает другая идея. Возникает идея, как вот Елена правильно сказала, например, действительно, а может быть налоги увеличить? А давайте-ка мы увеличим налоги. Но в конце концов, коллеги, налоги – это то, что мы с вами платим. Увеличивать, конечно, прекрасно, да, можно увеличить налоговое давление, можно увеличить там собираемость налогов, так или иначе. Но что мы видим в итоге? Я вчера, тоже гуляя по городу, зашел в кафе, ну вот здесь в центре на пешеходной улице, и выяснил, сколько платит это кафе в качестве аренды за свое помещение. Получилось 5000 рублей. 5000 рублей за квадратный метр в год вот это платит кафе. То есть это то, реально, сколько стоит вот эта недвижимость, сколько за нее готовы платить. И вот это сейчас самая большая проблема, потому что вкладывать деньги без какой-то отдачи невозможно. Поэтому как смотрит на это все девелопер? Девелопер на это все смотрит очень просто. Он смотрит и говорит, стоп, подождите, если люди не могут платить столько, сколько придется платить, если я буду строить что-то большое, красивое, значит, я что должен делать? Я должен дать этим людям то, что им нужно. Поэтому появляется Кошелев, дешевый относительно проект, который решает задачи свои. Может быть, архитекторы, я не хочу здесь рассуждать на эту тему, может быть, у кого-то есть свои замечания по этому поводу, но тем не менее это то, что оказывается востребованным. Вот это самая важная вещь, потому что все рассуждения и все проекты прекрасны, но они все упираются в деньги. Что мы можем себе позволить? И когда говорят, допустим, ужасные торговые центры, они нам все портят. Ну, коллеги, разве не вы ходите в торговые центры? Вот скажите, пожалуйста, кто покупки делает в больших торговых центрах в Самаре? Один человек в этом зале. Два, да? А все где делают? А судя по всему, вот здесь у вас там Зенья, Дольче Габбана, там вот, видимо, да. Ну, я понимаю, здесь совершенно другой уровень людей. На самом деле делают покупки. И как считает девелопер? Девелопер считает просто. Вот бизнес-модель банальна, до безумия. Ритейлер, компания, которая продает что-либо, она готова платить арендную ставку в виде 10, примерно 10% от оборота. Все, есть оборот, большой оборот. Можно платить арендную ставку, можно давать ее девелоперу, девелопер будет строить. Нет оборота. Вот хоть что-то сделай, вот ничего другого не будет. А, допустим, повышение налогов, ну, конечно, это вариант, но, опять же, в долгосрочной перспективе я боюсь, что это неустойчиво. Поэтому самая главная, я считаю, задача для всех участников процесса это создание рабочих мест, это развитие экономики, это повышение зарплат людей и повышение уровня жизни, потому что это, только это первично. Все остальное окажется вторичным. Спасибо. Спасибо. И нам, в принципе, надо завершать. Я бы в заключении, наверное, сказал, вот просто так, очень кратко. Во-первых, все-таки, мне кажется, вы знаете, Денис Тарасович, ну да, конечно, то, что вы рассказали, нам ясно показывает, что на сегодняшний день тот исторический центр, который Самара имеет, ей не по карману. Понятно. Не тот, который имеет по карману. Ну да, тот, который имеет по карману. Понятно. Ну, это не означает, что тогда надо подождать, пока разбогатеет. Не надо его продавать и, соответственно, вместо существующих домов строить высотные здания или там большие здания. Ну, сейчас не по карману. Отлично. Вам достался, я не знаю, там, Рембрандт. Ну, не по карману вам содержать. Ну что, его уничтожать, что ли? Ну, так странно вообще. Значит, мне кажется, во-первых, что исторический центр Самары это достояние. Мы должны просто еще раз, ну, вообще-то, я считаю, это национальным достоянием России. Дальше. Вот по количеству тех особняков, по качеству их. Это потрясающие вещи. И то, что к нему отношение, ну, как бы, давайте все-таки его продадим. Понимаете, это достояние не в виде памятников. Это достояние в виде параметров самих этих кварталов, самой структуры их. Это такие же дворы, какие потеряны в Тбилиси, какие потеряны в Ростове, которые, ну, вообще говоря, и есть исторический город. Это очень ценные вещи. Это то, из чего получились палацы, в конце концов, да, или там итальянские эти самые, ну, да, понятно, палацы и поле французские. Ну, неважно. Так или иначе. Параметры вот такой вот квартальной застройки, это уже историческое достояние. Во-вторых, что меня страшно удивило. Вы знаете, урбанистика, вообще-то, мирная специальность. Это когда все люди вместе собираются, чтобы сделать что-то хорошее. И, ну, для родного города. Вот такая степень конфликтности ситуации, она нездоровая, ну, необычная, по крайней мере. Мне кажется, что, если в Самаре есть настолько сильная архитурная школа, она действительно очень сильная и известная давно, то, как бы, ну, то, что ситуация сложилась так, что ее отталкивают постоянно, это нездоровая ситуация, это неправильно. И хотелось бы найти какие-то формы взаимодействия. Это, на самом деле, люди, которые... Да, спасибо. Ну, действительно, лучшие патриоты города. Насчет сообществ, которые есть в этих кварталах, ну, я не знаю, насколько они есть. Но, если они есть, то тоже их хотелось бы очень включить в процесс. Ну, и хорошо, я понял, что моя идея с этим кластером вас совершенно не увлекает. Скорее, в общем, эта тема... Я понял, что это даже не совсем развитие университета. Это что-то типа Наукограда. И в этом смысле понятна тогда традиция его изолированности. Космос, авиация, они всегда, конечно, живут так. Но все-таки использовать потенциал чемпионата мира по футболу для какой-то помощи исторического центра я бы считал очень важным. И просто там хотел бы, чтобы мы, ну, так сказать, по итогам форума тоже об этом как-то сказали. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо.